Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ответим на вопрос, который пришёл на сайт библейского портала «Экзегет», основываясь на Священном Писании. Почему я не могу жить, как хочу? Зачем столько рамок? Вопрос дельный, потому что у нас в жизни много запретов, в том числе Священное Писание, Господь даёт какие-то запреты. А зачем оно вообще всё это надо? Почему я не могу жить без этого? Ну, во-первых, могу. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам, в 6 главе, он говорит «Всё мне можно, но не всё мне полезно. Всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть можно жить совершенно без рамок. Можно жить без рамок закона Божьего, можно жить без рамок, которые нам ставит общество и законы физики. То есть человек может спокойно выйти в окно, но ему будет больно. Поэтому рамки, они всё-таки для чего-то есть. И во Второзаконии, когда Моисей повторяет народу Божьему в конце своей жизни закон Божий, он говорит от лица Бога очень важные слова «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь», говорит он, обращаясь к Израилю. То есть заповеди – это путь жизни. Почему? Очень сложно понять, почему запрет – это путь к жизни. Потому что есть некоторые законы духовного мира. И вот законы этого духовного мира Господь нам открывает, в том числе в Священном Писании. И он как бы говорит, что вот это будет вредить, поэтому это нельзя. И заповеди – это, по большому счёту, не просто запреты, которые построены по принципу, что Богу не нравится, то делать не надо. А все эти запреты построены по принципу, что всё, что запрещают заповеди, всё вредит человеку. Человек – это очень сложная конструкция. У нас у каждого предмета бытового есть инструкция по применению. Вот заповеди – это инструкция по применению человека. Как жить так, чтобы тебе потом не было плохо. И мы читаем, например, книги Екклесиаста. В самом конце, когда подводится итог всему размышлению, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом всё для человека. И что вот это всё? В книге Екклесиаста происходит поиск того, что «мне хорошо». Не то, что «хорошо нравственно-морально кому-то там», а «мне хорошо». И вот на протяжении всех этих размышлений Екклесиаст, Соломон, который говорит эти слова, он приходит к мнению, что исполнять заповеди Божии в этом всё для человека. Вот всё вот то «хорошо» внутреннее, внутренняя гармония, внутреннее наполнение происходит при исполнении заповедей. Похоже, мы видим в книге Сираха, в повелениях его всё, всё его благоволение, и никто не может умалить спасительность их. То есть повеление Божие – это то, что для нас спасительно, то, что даёт нам радость, то, что даёт нам ощущение, что нам хорошо. И вот апостол Павел, вернёмся к тексту послания Коринфянам, говорит «всё мне можно, но не всё полезно». И вот очень важно понимать, как работают запреты. Любой запрет, он имеет как бы три уровня. Первый запрет – нельзя просто потому, что нельзя. Второй запрет – нельзя, потому что, если ты нарушишь запрет, то будет то-то-то плохо. А третий уровень – понимание запрета. Вот нельзя. Если я нарушу, будет плохо вот так вот. А если я последую этому запрету, то я приобрету то-то, то-то и то-то. И вот когда человек немножко возрастает, когда он начинает проникать в сущность заповедей, он понимает, что там всё не просто так. И тогда он мыслить в категориях «не можно, нельзя», а мыслить в категориях апостолов – полезно и неполезно. И, естественно, уклоняется от того, что ему неполезно, и хочет делать то, что ему полезно. Конечно, у нас не всегда это получается в силу повреждения нашей природы, но, по крайней мере, есть такое стремление. И вот очень важно понимать, что Господь и сейчас и Церковь, они дают человеку запреты не потому, что это какое-то самодурство. Они дают человеку запреты для того, чтобы его сохранить. Запрет – это некоторая такая ограда, за которой уже там пропасть. И человек, для того, чтобы принять или отвергнуть запрет, ему нужно сначала пройти этот путь, понять, что мне навредит, если этот запрет нарушу, что мне даст исполнение этого запрета, и уже после этого размышлять, отвергнуть этот запрет или нет. Потому что у нас иногда бывает такое детское бунтующее состояние, типа, а вот мне запрещают, а я не буду. Ну, мы сами понимаем, что это очень деструктивная вещь. И вот апостол в послании к Галатам в третьей главе говорит о том, что закон – это детоводитель ко Христу. То есть для того, чтобы войти в свободу, для того, чтобы войти в пространство полезно и неполезно, нужно пережить этап, когда для нас будет много непонятного, и мы будем просто некоторые вещи исполнять просто доверяя Богу и Церкви. Такое возрастание происходит не только в духовной жизни, но и в жизни вполне материальной. То есть в один-два года ребёнку говорят, что утюг просто нельзя трогать. Просто вот нельзя и всё. В год вообще это очень актуально, не объяснишь. Года в три ему уже можно объяснить, что нельзя трогать, потому что он тяжёлый, он может упасть на голову, будет больно, и он ещё может быть горячий, и можно сильно обжечься. А дальше, когда ребёнок вырастет, для него вообще этот запрет станет неактуальным, потому что он уже вырос, ему надо утюгом гладить рубашки. И вот есть запреты, которые действительно для нас отваливаются. Например, вот человек до вступления в брак, у него есть запрет на интимную близость по супружескому образцу. Но после вступления в брак этот запрет становится неактуальным между мужем и женой. То есть этот запрет нужен на какой-то этап жизни, например. Есть запреты, которые остаются с нами на всю жизнь, но мы можем проникнуть в их суть и понять, что нам это даёт. И вот очень важно возрасти из младенческого состояния, понять, почему Бог или церковь предлагают мне такой запрет, то есть что стоит за этим запрещением, какая польза за этим стоит, и потом уже думать, принимать это или отвергать. И если человек перерос в состояние закона, когда ему необходимы рамки, когда... Потому что сам вопрос, зачем мне столько рамок, показывает, что человек находится ещё в состоянии непонимания, он ещё не дорос до свободы во Христе. Он воспринимает заповеди и запреты как рамки, а не как пользу, которая ограждает его от раны, от травмы, от падения. Так вот, если человек перерастает в состояние закона, он входит в общение со Христом, как говорил апостол, что закон – это водитель ко Христу. И вот когда мы входим в свободу Христа, мы входим в то состояние, о котором Господь в Евангелии от Матфея говорит, «Придите ко мне все отруждающиеся и обремененные, возьмите иго моё на себя, потому что иго моё благо и бремя моё легко». Итак, вы можете жить, как хотите, и Господь вас в этом не ограничивает. Господь даёт заповеди для того, чтобы мы себе не вредили. Не вредили себе и окружающим. И поэтому исполнение заповедей – это не жизнь внутри рамок. Это состояние, когда мы будем сохранены от некоторых травм, о которых потом нам не придётся жалеть. И вот в этом состоянии, когда есть правила и есть запреты, в нём очень важно возрастать, понимать суть этого, чтобы мыслить уже не в категориях можно-нельзя, а в категориях полезно и неполезно. Когда мы до этого возрастём, тогда нам уже не кажется, что заповеди Божии тяжкие, нам кажется, что всё это очень логично, что это очень продуманно, и в этом случае некоторые запреты, которые я не могу понять, я принимаю на веру, потому что понимаю, что это очень хорошо работает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok